Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и название этого видео даже не кликбейт. В этом видео поговорим о том, что сейчас происходит с Xbox Live, с Xbox, какие у него вообще планы и так далее. Короче, разберем кратенько самые огненные новости. Перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал, а также забирай промокодик на кинопоиск HDMulti, чтобы посмотреть бесплатно Лигу Справедливости от Зака Снайдера и не только. Если что, ссылку на активацию я оставлю как всегда в закрепленном комментарии под видео и давайте начнем. Начнем с того, что недавно проскакивал слух о том, что Xbox Live могут переименовать в Xbox Network. К сожалению, а может быть и для кого-то к счастью, это официально подтвердилось и теперь Xbox Live официально будет называться Xbox Network. Не знаю как для вас, но для меня будто ушла целая эпоха. В честь данного события предлагаю прожать F в комментариях. Опять же, не знаю как вам, но данное название пока ощущается каким-то большим Xbox Network. Непривычным, ибо так называется служба плойки. Да и на этом фоне теперь Xbox Live Gold вообще не звучит. И кажется, что он тоже будет как-то переименован по типу просто Xbox Gold, ибо Live по сути уже ушел. Ладно, не будем грустить и давайте лучше разберем, что это значило бы. Вообще, майки дали довольно емкое пояснение, которое гласит, что вроде как ничего не изменится, кроме названия. И сделано это было, внимание, ради того, чтобы разделять базовую услугу от членства Xbox Live Gold. Если более простым языком, чтобы можно было отличить Xbox Live от Xbox Live Gold, хотя кто за 10 лет это и не сумел отличить. Если кто-то не знал, а может быть просто не в теме, то Xbox Live это сервис, служба Xbox, так скажем, общая сетевая система. А Xbox Live Gold это подписка, которая расширяет функции общей системы и в данный момент, которая дает бесплатные игры один раз в месяц, скидки и онлайн для платных игр. Несмотря на то, что обоснование такое простое, на мой взгляд, в этих всех изменениях кроется что-то более глобальное. Предположить, конечно, сложно, но что-то да будет. Ибо переименовывать службу, которая существовала больше 10 лет, дабы уметь это все отличить, ну как-то странно. Да, понятное дело, что это все-таки, мне кажется, ведется к бесплатному онлайну в бесплатных играх, но все равно какое-то глобальное изменение. Вообще, в связи с этой новостью от одного из инсайдеров появилось вот такое вот предположение развития данной темы. Он предположил, что будет три уровня Game Pass. Xbox Game Pass Go это первый уровень, будет включать игры от внутренних студий, сервис xCloud, скидки и перки и будет стоить это все 7 долларов. Второй уровень это будет просто Xbox Game Pass, он будет включать игры от внутренних и сторонних студий, скидки и перки и будет стоить это все 10 баксов. Ну и третьим уровнем будет Xbox Game Pass Ultimate, включать он в себя будет игры от внутренних студий, плюс DLS к ним, которых, кстати, сейчас не хватает. Игры от партнеров, xCloud, EA Play, Uplay+, семейный доступ, скидки и перки и все это будет стоить 17 баксов. Данное предположение советую вам рассматривать пока чисто как слух, но мне кажется, что доля правды тут все-таки может быть. Дело в том, что не так давно был слух о том, что майки будут взаимодействовать с юбиками. И не исключено, что их подписка появится в подписке Xbox Game Pass Ultimate. С одной стороны, это просто вышка, ибо Ultimate станет просто нереальным гигантом игр, но с другой стороны, нас может ожидать подорожание или простая доплата. Мол, если ты хочешь расширить подписку еще круче или получить юблей, будь добр заплати сверху. Просто на мой взгляд, чем круче Ultimate становится, тем вероятнее, что на него все-таки поднимут цену. С этой же новостью я хотел бы отметить, что сейчас ходит слух о том, что майки хотят приобрести Discord. Для тех, кто не знал, это сервис для общения, довольно хороший сервис, который имеет множество функций, и дело в том, что он якобы планируется к покупке. Многие этому рады, мол, Xbox его купит, но, если честно, лично я пока недопонимаю, каким это плюсом может быть именно для игрока. Единственное развитие событий лично я вижу в том, что премиум подписка того самого Discord может также войти в Xbox Game Pass Ultimate. Да и, в принципе, и все. Да и, наверное, то, что команда может просто исчезнуть и будет везде Discord. На мой взгляд, сейчас майки похожи просто на какого-то монстра-пожирателя, который может купить абсолютно все. Плохо это или хорошо, мы узнаем лишь в будущем, поскольку это не всегда хорошо, когда у одной компании под крылом будет практически все, ибо такими темпами в дальнейшем мы можем получить просто одного игрока на рынке. И это, как вы знаете, не особо хорошо, ибо конкуренция это как раз-таки двигатель прогресса. В общем, обязательно пишите свое мнение на этот счет, надеюсь, видос был интересным, он вам понравился. И если это действительно так, то ставь лайк, подписывайся на канал и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!